У меня тут есть вопрос, вот как быть, когда, что делать, когда вас обвинили в оскорблении чувствирующих. Ну, всем памятен процесс, пусть, когда стало понятно, до какой степени христиане злобны, но этот процесс, о чем я тогда говорил, был характерен еще и абсолютной адвокатской беспомощностью. Потому что в таком случае, если вас обвинили в чем-то подобном, то вы должны настаивать на то, чтобы тот, кому вы причинили вред, кому вы причинили боль, кому вы причинили ущерб, прошел бы обязательно набор соответствующих экспертиз. Не может один человек быть осужден на основании просто без доказательных слов. Почему? Если оскорблена так называемая вера, если причинены серьезные страдания, извините, всегда у нас есть физиологический отпечаток этих страданий, всегда у нас есть реакция организма на эти страдания. Покажи арахнофобу паука, он описывается, у него участится пульс, у него изменится электропроводность кожи. Если человеку причинен какой-то существенный вред, он должен на экспертизе при повторении этих слов или этой картинки продемонстрировать предельно острую физиологическую реакцию. Ну вот помилуй, да, когда девушка заявляет, что ее изнасиловали. Ты знаешь, какой длиннейший и, по сути, болезненный и унизительный набор процедур, осмотров, спецгинекологии, мазков, соскобов, слабка, специальных вычислений ДНК, это все, это мучительные процедуры, но если она претендует на то, что она пострадала, она обязана это доказать. Вот таких же точно доказательств можно требовать и от тех, кто заявляет о том, что он пострадал от чьих-то слов или чьей-то картинки. И уверяют себя. Александр, вообще есть только один нюанс. У нас экспертизы проводятся по любому поводу. Профессиональные бухгалтеры проводят психиатрическую экспертизу. Высокопоставленные, я не знаю, агрономы проводят там еще какую-то экспертизу, я не знаю, почерковедческую. Эти экспертизы прекрасно принимаются в судах. И, в общем, это будет забавно наблюдать, но результат, я не думаю, что будет хороший. А потом еще Трульский собор, сами помните, да? Я понимаю, да. Но у нас, если есть объективная физиологическая картина, состояние человека, которое возбуждается в этом человеке тем же образом, каким это произошло изначально, первоначально, то это уже совершенно другой разговор. Поэтому настаивайте всегда на этих экспертизах, чтобы человек, который вас обвиняет в оскорблении его чувств, мог бы доказать ущерб, мог бы доказать особое состояние своих чувств. Если бы тогда вот тем бугаям, которые жаловались на девочек в пуссе, такая экспертиза была бы проведена, поверьте, никаких физиологических событий в них бы не произошло.